Андрей Ларин на марафонскую дистанцию собирается выйти не впервые. Активно заниматься спортом начал после знакомства со своей будущей супругой. Сегодня он одним из первых зарегистрировался на участие в Самарском международном марафоне на кубок главы города. Пробежать намерен 21 километр. Бегаю, нравится мне, да, да. У меня жена, у меня мастер спорта. Вот как я познакомился с женой, так сказать, так и начал свою деятельность в этом виде спорта. Самарский международный марафон пройдет в воскресенье, 27 августа. На старт легкоатлеты выйдут уже в шестой раз. С каждым годом участников становится все больше. В этом году уже зарегистрировались порядка трех тысяч человек. Более чем из 170 городов страны. Помимо российских спортсменов в марафоне примут участие легкоатлеты из Беларуси, Казахстана и Израиля. Марафон – это событие, которым гордится город, который его принимает. И таких городов не так много в Российской Федерации, которые могут гордиться своим марафоном. И для нас большая честь, что в нашем городе такое событие тоже происходит. Сегодня, 25 августа, в торговом центре на улице Дебенко началась регистрация участников. Продлится она и в субботу. После оформления всех документов легкоатлетам выдают футболки с символикой марафона. Дистанции заявлены самые разные. На любой возраст и спортивную подготовку. Есть такая фраза «не финишировать – не варианты». Поэтому я могу сказать, что если человек выбрал правильный темп, если он подготовленный, то он не сойдет с дистанции и финиширует с улыбкой на лице. По традиции в любой стране мира легкоатлетические марафоны проводятся в центре города. Почему проводятся в центре города? Да, это, конечно же, какие-то неудобства для жителей. Но практика проведения марафонов в центре города, она во всем мире. Это и самая лучшая, и самая действенная популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Это туристическая привлекательность региона. Чтобы обеспечить безопасность легкоатлетов, часть улиц в центре Самары будет перекрыта. Временные ограничения движения транспорта введут с 6.00 до 14.30. Эти меры не распространяются на спецтранспорт. Также с 3.00 до 14.30 автобусы маршрутов номер 3, 24, 61 и 261 будут следовать по скорректированным схемам. Движение автобусов маршрута губернский рынок станции метро Алабинская будет временно отменено. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.